Продолжение следует... 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 и какие ответы получить на вопрос о том, что, собственно, произошло за последние 10 лет. Он за эти 10 лет прошел действительно удивительный процесс эволюции, практически в тренде фонда, название фонда, потому что начиналось это все как игра, как частные инициативы. Только что воспрявшая от 15 лет абсолютной депрессии российская наука вдруг почувствовала новые рубежи и новые горизонты. Кроме того, журналисты в этот момент почувствовали заинтересованность в ученых, и ученым было, в общем, по кайфу выйти на секунду из своей лаборатории и поговорить с широкой аудиторией на тему того, чем они занимаются. Этот период игровой, он начинается, конечно, с оффлайновых мероприятий, с больших популяризаторских мероприятий, которые становятся все больше и больше. И здесь, конечно, пионерами были именно лекции в билинге в моей дисциплине. Я подозреваю, что к тому моменту естественные науки на пути популяризации продвинулись куда больше. На втором этапе, когда уже пошла массированная медиатизация, в течение нескольких лет мы не успели заметить, как просветительское движение стало движением в полном смысле этого слова, перешло на этап мессианского мировоззрения. Мы не просто прикалываемся, приходя читать публичные лекции на широкой аудитории, мы несем свет истины. То есть празелитизм в чистом виде. А в какой момент просвещение вдруг обрело черты нового религиозного движения вот в классическом определении НРД с празелитизмом, с мессианством, с пониманием того, что перед нами темная масса людей, которым нужно нести свет теории эволюции, которые, если завтра не узнают про достижения в исследовании нейросетей или про очередную книгу Ричарда Докинза, они просто без этого никак не проживут. Это все равно, что оставить аборигенов без священного писания. Нет, так нельзя. И, соответственно, вот этот второй этап, этап классический, сектантский, но сектантский не в смысле замкнутости, потому что наука сама по себе сектантское мероприятие, а просвещение нет, просвещение празелитическое мероприятие. Мы берем достижения отдельных сект и транслируем их широкой аудиторией. В этот момент начинает формироваться мощнейшая машинерия научной журналистики. Это становится модно и популярно. А заканчивается, ну вот единственное, чего в этот момент не хватает, конечно, это образа врага, потому что непросвещенная масса не враг. Непросвещенная масса еда – это вот все то, куда вы несете свет Ричарда Докинза. Но вот в 13-м году, когда сменилась политическая повестка, наступил третий этап просветительского движения, появился мощный враг, отчасти с узнаваемыми чертами российского государства, но при этом еще более узнаваемыми чертами Левиафана под названием РПЦ. И в тот момент, когда мракобесие становится повсеместным в жизни российского общества, у просветительского движения наконец-то появляется то, с чем следует бороться. Мы боремся с мракобесием. Мы не просто несем свет истины, мы еще и боремся с кафедрами теологии в технических вузах. Мы боремся с гомеопатией. Мы боремся с непросвещенностью вот этого ужасного быдла, с одной стороны, а с другой стороны, с намеренными мракобесами, которые стремятся это быдло оставить быдлом. Ну вот здесь это уже стало не просто мессианским движением, это стало вполне себе военизированным публичным движением популяризаторов науки, которым, в общем, свойственно, как и всем такого рода движениям, мировоззрение осажденной крепости. Вот у нас здесь свет разума, такая церковь просвещения. Мы сейчас обнесем все это стеной и будем периодически постреливать, чтобы, с одной стороны, писать коллективные манифесты ученых против гомеопатии, а с другой стороны, все же пытаться выполнять свою главную задачу – просвещение непросвещенных. Собственно, такого рода позиция, она куда ближе к историческому пониманию того, что такое мракобесие, чем мракобесие русской православной церкви. То есть в процессе празелитизма и эволюции просветительского движения в России просветительство в России стало мракобесием в том значении, в каком ему придает Иоганн Ройхлин в начале 16-го столетия. Но как раз к этому моменту я еще вернусь, потому что я все-таки пообещал организаторам, просившим меня несколько раз поменьше исторических аналогий, все-таки специфическая аудитория. Вот мне интересно, что такого специфического в аудитории просветителя, что им нужно поменьше исторических аналогий? То есть как организаторы форума себе представляют свою аудиторию? И побольше практических советов, как сделать популяризацию эффективной. То есть я, как сделать популяризацию эффективной. Коллективное самоубийство меня бы устроило. Но поскольку я все-таки обещал, то я должен говорить о социальных факторах популяризации науки. А нахрена еще социолога зовут этим? У меня, кстати, просьба, если возникают вопросы, комментарии, задавайте их сразу по ходу. Мы не будем ждать конца. Да, просто мне будет гораздо приятнее переходить в диалог, чем, пожалуйста, отвечать. Хорошо, тогда давайте начнем с исторической аналогии. Вот я знал, вот я знал, что лучше все-таки сразу с нее начать. Собственно, откуда берется этот термин, абскурантизм? И в какой момент формируется базовая позиция между просвещенцами и мракобесами? Между просвещением и абскурантизмом? Как ни странно, за этим стоит очень любопытная полемика, предшествовавшая реформации. Есть замечательная работа такого человека по фамилии Йейтс, который как раз показывает связь между вот этим знаменитым спором с кельнскими догматиками и то влияние, который этот спор, о котором я сейчас буду говорить, оказал на Лютера. Но мы туда не пойдем. Собственно, начинается все с того, что Иоганн Ройхлин, такой замечательный гуманист и просветитель, конца 15-го, начало 16-го столетия бросает вызов группе кельнских догматиков. Кельнские догматики – это теологи из Кельна, как легко догадаться, доминиканского ордена, Артуин Грации, Иоганн Пеферкорн, их было несколько, такая целая группа. Дело в том, что незадолго до этого вызова Иоганн Пеферкорн лично получил у императора Максимилиана право на сожжение иудейских книг. Основной аргумент Пеферкорна, почему эти книги нужно сжигать, потому что книги подрывают веру, книги сеют сомнения. Когда у вас есть иудейские ветхие заветы, параллельно комментарии к нему, которые, в принципе, не предполагают существование Иисуса, это подрывает веру добрых христиан. И для того, чтобы не расшатывать веру темных масс, у него есть очень характерная фраза в одном из его писем. Он говорит, «Ну, мы-то люди просвещенные», говорит глава доминиканских обскурантов, просвещенный, «поэтому мы можем отсеять ложь, которая содержится в иудейских интерпретациях». А вот темные массы, они не в состоянии справиться с сомнениями, потому что если книга сеет сомнения, ее нужно изъять и сжечь. Поэтому, да, они «questioning the faith», то есть они заставляют задавать нам, ставить под вопрос основы веры. И он таким образом получает у императора Максимилиана право на сожжение всех иудейских книг, кроме Ветхого Завета. И Иоганн Ройхлин, его главный оппонент, что характерно, тоже доминиканец, немножко вот офигевая от этого, он к тому же еще преподает иврит, то есть его как бы лишают еще и основной сферы деятельности. Он говорит, «Ну так а в чем проблема? «Questioning the faith» – это ровно то, через что мы должны проходить. Потому что основная, говорит он, задача человека-читающего – это постоянная работа с сомнением, это постоянная работа с неопределенностью. Потому что вера, которая получена, говорит он, мы бы сегодня сказали аксиоматически, данная без вопросов, не является крепкой. Крепкой может быть лишь та вера, которую вы получаете в конце жизни, потому что в процессе жизни чтения вы должны постоянно находиться в ситуации неуверенности. И потом все, что эту ситуацию неуверенности и сомнения усиливает, хорошо. Но дальше начинается замечательная полемика, которая включает в себя какие-то чудовищные оскорбления с обеих сторон. Ученые мужи 16 века особо не церемонились друг с другом. В частности, Ройхлин написал большой трактат на тему того, что именно должен сделать палач с пфеферкорном. Его друзья написали замечательную работу на тему того, что жена пфеферкорна спит с ртуином грацием. То есть там все было круто, но, конечно, это не шло ни в какие сравнения с тем, что писала противоположная сторона. В конечном итоге император Максимилиан подумал-подумал и решил не сжигать все-таки иудейские книги. И с этого момента начинается, собственно, точка отсчета борьбы просветительского гуманизма с мракобесием. Что интересно в этой истории, то, что граница между вот этими двумя лагерями доминиканцев, она проходит не по границе знания-незнания, знания-невежества. Так, на секундочку, артуин граци, прежде чем возглавить эту группу кельнских догматиков, был видным просветителем и гуманистом. Он был абсолютно своим в группе Ройхлина. Точно так же Аганн Пфеферкорн, будем откровенны, поскольку он один из видных деятелей иудейской общины до крещения и после крещения объявляет крестовый поход против иудейских книг, он очень хорошо знает иврит, гораздо лучше, чем Аганн Ройхлин, который его преподает и защищает. И один из таких подлых аргументов от Хоминым, которые всегда есть у Пфеферкорна, он обращается к нему на иврите и тот не понимает. Преподаватель иврита не понимает иврит, но защищает иудейские книги. И точно так же Аганн Ройхлин – это не такой вот борец с религиозным догматизмом. Аганн Ройхлин – прокурор доминиканского ордена по Германии, он инквизитор. Это один из высших постов иерархии инквизиции. Именно поэтому к нему сначала обращается к Пфеферкорн с вопросом, как мне правильнее организовать процессы по сожжению книг, дай мне юридическое обоснование сожжения книг. Граница между ними, собственно, откуда берется абскурантизм? Потому что Пфеферкорн и Грации пишут подметное письмо против Ройхлина, которое называется «Письма Веворум Клорорум». Клорорум – это одновременно и возвышенные, то есть знаменитые люди, и в то же время ясные люди, clear. И те, как такой ответ, Ройхлин с друзьями, отвечают трактатом, который называется «Эпистолы абскурорум верорум», письма темных людей, камера абскура, затемнения, то есть те, кто стараются затемнить основание. И отсюда возникает термин «абскурантизм». Абскурантизм как затемнение основания, абскурантизм как выбор в пользу истины этого мира и несомненности. И поэтому граница здесь как раз проходит между ними, как граница между уверенностью и сомнением. Ройхлин, конечно же, на стороне постоянного подвержения сомнению собственных оснований. Но Пфеферкорн, который уже сделал свой выбор, который крестился, который возглавил это движение, он уже обрел эту истину мира. Вот российские просветители обрели истину мира. Они обрели ее в работах Эфирда Докинза, они обрели ее в работах по биопринтингу, они обрели ее в научных писаниях, половину из которых сами не понимают. Потому что что такое научная журналистика сегодня? Это когда люди, которых выгнали из аспирантуры, рассказывают тем, кто не собирается в нее поступать, о том, какими классными вещами занимаются те, кто ее окончил. Вот в этом смысле российское просвещение, оно не на стороне сомнений, и мы сейчас поговорим вообще, как социологически концептуализировать это сомнение. У вас был вопрос? Да нет, вопрос был, собственно, что такое макобесие. А я получил на него ответ в последних пяти предложениях. Хорошо. Можем двинуться дальше. Я обещаю больше исторических реминисценций почти не делать. Только если попросить. Хорошо. Вот, собственно, мы приходим к этому вопросу о том, что такое сомнение. Моя первый тезис будет состоять в том, что это ровно то, что исчезает, когда мы переходим со стадии производства научного знания на стадию его распространения на широкую аудиторию. Сидишь ты в лаборатории, или в лаборатории моих друзей-когнитивистов, с которыми у нас куча совместных проектов, или у нас в исследовательском центре, ты получаешь массив, ты никогда не знаешь, что за ним стоит. Ты не понимаешь, не кинули ли тебя, не подделали ли они его, при этом каждый год изобретаются все более и более сложные механизмы проверки данных, потому что это тотальная паранойя, потому что ни один социолог, получивший массив из поля, не может быть до конца уверен, что этот массив не был сгенерирован в автоматическом режиме где-нибудь в одном из его полевых центров. У нас больше прогресса в технологии проверки на фальсификацию, чем в обработке данных. Как устроена дисциплина, которая больше подозревает своих собственных сотрудников, чем пытается придумать, как с этими данными работать. С данными там все просто, а тут и закон Бенфорда, и такие-то математические процедуры. 147 математических процедур, чтобы понять, не кинули ли вас. То есть действительно ли люди были опрошены. Поэтому все сейчас очень ждут, когда наконец система Акти пройдет 147 проверку, потому что Акти это механический интервьюер. То есть он уже в принципе проходит тест Юринга. Люди отвечают по телефону на вопросы машины, они не понимают, что это машина. Кроме того, у него нет молдавского акцента. Он, как правило, не выбешивает информанта, не пытается его перебивать. Там удивительно, благодаря нейросетевой модели пристройки, самообучающийся механизм, который даже хихикает в правильные места. Так что в тот момент, когда он появится, мы начнем подозревать технику, пока мы подозреваем людей. Точно так же, когда вы получаете результаты лабораторного эксперимента, то, что мы сейчас делаем вместе с Владимиром Спиридоновым, главой нашей когнитивной лаборатории, это анализ фреймов взаимодействия испытуемого и экспериментатора в ситуации лабораторного эксперимента на решение задач. То есть там есть испытуемый, есть экспериментатор, испытуемый предъявляется стимульный материал, он решает задачи, задачи, как правило, на евристику, в какой-то момент он заходит в тупик, и дальше задача экспериментатора – ухватить тот момент, когда случится то, что наши друзья-психологи называют инсайтом, доперло. В тот момент, когда доперло, нужно потом быстро проанализировать, как происходит этот инсайт. Вот Спиридонов – человек, который занимается механикой решения задач, и что влияет на появление вот этого спонтанного решения, откровения, такая когнитивная психология откровения. Мы в этот момент анализируем структуры взаимодействия двух людей в вполне конкретном фреймированном пространстве. Это фрейм-анализ, одно из социологических направлений, такая социология, микросоциология взаимодействия. Поэтому мы не видим там лабораторного эксперимента, мы видим молодого человека, который усиленно флиртует примерно с 12 девушками в день. Я не знаю, потому что на психфаках в основном экспериментируют над своими собственными студентами, а студенты на психфаков вы догадываетесь, да? А в аспирантуру идут как раз те три мужика, которые случайно закончили это. Там есть сильный гендерный разрыв. То есть все аспиранты – это вот те мужики, которые поступили на психфак, а испытуемы – те, кто его еще не закончил. То есть там происходят абсолютно такие классические модели взаимодействия то в формате флирта, то с рефреймингом и выходом из ситуации эксперимента. И когда вы анализируете большое количество видеозаписей и лабораторных экспериментов, первый вопрос, который вы задаете своему коллеге, главе этой лаборатории – как ты себя после этого убеждаешь, что это эксперимент? То есть если ты всерьез видишь видеозапись, как производится это взаимодействие, тебе потом в своей англоязычной научной статье довольно тяжело сидеть писать. «В выверенных лабораторных условиях с удостоверенной экологической валидностью эксперимента. Такое-то предъявление стимульного материала». Говорит, ты знаешь, этот очень мучает на психфаках. Спустя 10 лет ты просто перестаешь замечать все эти побочные эффекты. Я говорю, так это же самое главное. Соответственно, вот такого рода сомнения, неуверенность, паранойя, а кроме того профессиональный взгляд, который позволяет вам не обращать внимания на все то, что может подорвать вашу уверенность, что да, это научное исследование. То есть то, что Бруно Латур в свое время изучал в этой замечательной сначала лаборатории в книжке 79-го года, которая называется «Лабораторная жизнь», и позднее обобщил свои исследования в работе «Наука в действии». И то, и другое переведено на русский язык. Это такие базовые вещи для социологии и науки. Это то, каким образом ученым удается убедить себя в том, что то, что они делают, это чистая наука. И поэтому, если ему себя не надо в этом убеждать, он просто не ученый. То есть если он уже точно знает, что то, что он получил, это результаты, валидные и надежные, если он не пребывает в состоянии тотальной паранойи, если не предпринимает огромное количество действий для того, чтобы доказать, что да, вот эта непонятная хрень действительно подтверждает или опровергает гипотезу, то он примерно представляет себе, что с ним сделают коллеги, когда он это, не дай бог, опубликует. Но в тот момент, когда этот же самый человек приходит на пост науку, дает интервью N плюс 1, приходит на слет просветителей, ни один мускул на его лице не дрогнет. Он абсолютно уверен в достижениях своей дисциплины. У него нет никаких сомнений в том, что это и есть настоящая наука. Более того, у них нет никаких сомнений в том, что он знает, что такое вообще настоящая наука в целом, то есть не только его. То есть он, в принципе, точно знает, что всем остальным дисциплинам ему тоже есть что сказать. Прежде всего, то, что они не являются научными. То есть у нас популяризация наук была по-настоящему мощным движением, которое в 80-е годы называлось science wars. То есть когда представители разных дисциплин усиленно доказывают друг другу, что те не наука. Но вот в России почему-то тут на передовой оказались биологи. Я не знаю, что не так с биологией, но это ровно та дисциплина, в которой одна из главных задач жизни – это доказать всем остальным наукам, что они не являются по-настоящему научными. В гуманитарных дисциплинах такую функцию всегда выполняет экономика. А в science wars в 80-х годах в Штатах – это, конечно же, физика. Знаменитая работа Сакала Брикмона, смысл которой сводится к тому, что мы, конечно, прогуляли курсы по философии науки, но это не помешает нам сейчас сказать вам, что вы все лохи. С этой точки зрения, что такое междисциплинарность и междисциплинарные исследования? Это миф. Нет никакой междисциплинарности. Междисциплинарность – это хороший социальный ход, который позволяет физику получать зарплату на биологическом факультете. А социологу на психологическом – нормально. Это был наш аналог открытых границ, для того, чтобы можно было получать зарплату на разных факультетах. К слову, сейчас в Англии, поскольку так получилось, что Шанинга – это британский университет в Москве, мне пришлось доказывать, что замечательный социальный антрополог, историк, профессор Кембриджа по социальной антропологии может быть внешним экзаменатором на моем факультете социологии. Манчестер такой, как? Социальный антрополог будет внешним экзаменатором у социологов? А у нас-то давно междисциплинарность. В Манчестере – это не очень отсталая страна. Давайте вернемся. Теперь, собственно, социология попытки ответить на этот вопрос. Вопрос о том, что происходит в тот момент, когда мы начинаем транслировать знания, в котором сами не уверены, посредством людей, которых сами выгнали из аспирантуры, широкому кругу людей, которым это все до лампочки. В какой момент исчезает сомнение? В какой момент исчезает вот этот базовый конститутивный элемент научного производства? Начнем с базовой модели, которая традиционно использовалась в социологии и науке до 70-80-х годов. Модель, которая предполагает, что существуют некоторые более или менее замкнутые, но тем не менее структурированные научные сообщества. То, что Флек называет Данкин коллектив, то есть мыслительный коллектив. Такое маленькое племя людей, которые примерно понимают, о чем они говорят друг с другом, и включены в некоторое общее коммуникативное пространство, где формируется некоторый набор конвенций. Соответственно, мы отложим по одной оси то, что называется близость к источнику производства знания. Например, здесь в максимуме, конечно, будет находиться само научное сообщество. Оно максимально близко к источнику производства знания, потому что, вот по этой оси, близость к источнику, это чудовищная аббревиатура, извините. И, соответственно, здесь степень информированности. То есть предполагается, что ученые, которые занимаются биопринтингом, еще 20 лет назад их просто не было, 10 лет назад их было очень ограниченное количество людей по всему свету, но тем не менее они были включены. Там было три Denkin коллектива, друг к другу обменивавшиеся текстами. Был журнал Biofabrication, который, собственно, представлял собой такую площадку для обмена этими текстами. Предполагается, что вот они как раз знают, о чем говорят, потому что они, собственно, включены в это производство. Точно так же в Советском Союзе был один, по сути, центр проведения массовых социологических опросов и о том, как проводить эти опросы. Все люди, которые знали, как их проводить, работали на одном этаже. То есть все просто, такая прямая коммуникация, нет никаких проблем. Никому, кроме вышестоящих, эти результаты опроса не интересны, да и, собственно, вышестоящим тоже не очень интересно. Но дальше, конечно, помимо вот этой некоторой сектантской группы, есть то, что называется first-hand knowledge. Знание из первых рук. Вот знание из первых рук или ближний круг. То есть это те, у кого есть личное знание, personal knowledge о том, что производится здесь. То есть мы, как правило, являемся такого рода ближним кругом для смежных дисциплин. То есть мы примерно понимаем, что они делают, мы с ними регулярно пьем, мы обсуждаем, кто что получает в результате, и как они дальше будут двигаться. Но при этом мы понимаем, что мы-то, скажем, не делаем когнитивные эксперименты. И когда мы работаем с экономистами, мы тоже не пытаемся понять, какие могут быть найдены альтернативные модели расчета ВВП. Соответственно, но тем не менее, более-менее понимаем, какие там есть задачи. Вот там сидят люди, они пытаются кибернетическую модель использовать для финансовых рынков сегодня. Есть некоторые достижения в кибернетике, как бы нам их украсть для экономики. Ну, нормально. То есть примерно понимаем, то есть проблема, которая решается, с интересом следим за тем, как они проваливаются раз за разом, пытаясь ее решить. Очень увлекательно, но при этом нет, это не наше. Вот мы где-то рядом. Но, как ни странно, именно здесь, в общем, локализована большая часть научной журналистики. Потому что научная журналистика изначально – это всегда first-hand knowledge. То есть мы же, когда выгнали этого человека из аспирантуры, мы с ним пить не перестали. То есть он периодически приходит и интервьюирует. Он периодически берет такие длинные экспертные интервью. А что вы думаете по этой проблеме? А что вы думаете по этой проблеме? Он берет у разных людей. Он это все агрегирует. Вот как раз научная журналистика в изначальном формате – это механизм первой трансмиссии. Поэтому образ у нормального хардкор-сексиста, как правило, конечно, ученого о том, кто такой научный журналист, это его жена. То есть он приходит домой, она готовит им ужин, он ей рассказывает про то, что было в лабораторию. Он идет спать, а она писает свою статью, значит, колонку в троицкий вариант. Все в порядке. Поэтому, видимо, отчасти именно сексизм стоит за представлением о научной журналистике, как о братьях наших меньших. Вот где-то тут. Теперь, именно в этом сегменте в какой-то момент формируется вот это зелотство просветительское. Вот эта готовность убивать за то, чтобы просветить. То есть научные журналисты, они, конечно, страдают комплексом Прометея. То есть вырвал сердце и отнес непросвещенным массам. Но при этом сердце, которое они вырвали, они не свое вырвали. Они вот из Дэнкин коллектив, у мужа. Совсем другая модель. Соответственно, а дальше предположительно, долгое время предполагалось именно так. Есть тупое и непросвещенное быдло. Вот оно здесь. А ему пофиг на ГМО. А поскольку оно тупое и непросвещенное, то, скорее всего, оно будет ГМО ненавидеть. Поскольку оно, значит, там вот где-то в своем погрязло непонимание того, что изменение климата является результатом дела рук человека и продуктом антропоцена, техногенной цивилизации и так далее, то ему по барабану. Оно ничего про это не знает. Оно думает, что человек произошел от Бога. Вот идиоты, да? Результат божественного творения. И если мы сейчас не транслируем знания, произведенные определенных научных коллективов, сюда, то они так и погрязнут в своем аборигенском непонимании подлинной природы этого мира. Что произошло в процессе медиатизации? Просто не могу не сказать. Сейчас были на двух конференциях подряд в Штатах и в Бразилии. В Штатах, как раз, ну поскольку мы изучаем, исследуем отношение к технике, техническому прогрессу и каким образом восприятие технических инноваций связано с религиозными убеждениями, в том числе и с политическими, то оказываемся в забавной среде людей в Штатах, которые пытаются ответить на вопрос, что не так с республиканцами. Ну все же понятно. Ну понятно, что изменение климата это результат дела рук людей. Понятно, что с этим надо бороться. Понятно, то есть как бы, вот все меня больше удивляет, им вообще все понятно. И это приводит к радикальному изменению академической риторики. То есть я раньше никогда не был на конференциях в Штатах, ну я был много раз на конференциях в Штатах, но первый раз оказался на конференции, где всерьез может выйти профессор и сказать, в общем, мы провели огромный опрос населения США на тему восприятия climate change. В общем, вы знаете, мы раньше думали, что это связано с образованием, а это не связано с образованием, это связано с тем, что они дебилы, но образованные. И там так меняется академическая риторика просто, да, вообще, то есть я раньше, вот я могу такой в просветительской лекции себе позволить, я обычно на конференциях так не говорю, а там нормально. И в конечном итоге заканчивается это всем тем, что человек говорит, я преподаю в университете Талахаси, у нас было три урагана за последние два месяца. Говорит, но мои коллеги по кафедре, особенно с кафедрой теологии, убеждены, что это рука проведения, понимаете? То есть, ну вот там уже риторика войны, то есть они проводят опросы, потому что это оружие массового поражения, а не потому что их интересует, что там, как коррелируют между собой некоторые параметры. Что вообще-то и должно интересовать социолога, потому что иначе зачем проводить опрос, чтобы узнать, что республиканцы дебилы, ты и так это знал, да? Зачем, спрашивается, потратил 124 тысячи долларов. Теперь, если мы допускаем вот эту довольно устаревшую модель о том, как связана близость к производству знания, информированность о некотором научном знании, то то, что мы наблюдаем в последнее время в России, и то, что довольно хорошо описано в социологии общественного мнения в Штатах в 90-х годах, как раз когда вот этот пик научных войн, это то, что произошла очень сильная дифференциация вот этого, значит, периферийной группы. Выделилась полупериферия, которая и по степени информированности, и по степени заинтересованности, куда ближе к first-hand. То есть, эта группа, которую Ивар Максутов, мой хороший друг и создатель проекта «Постнаука», называет «сайнстеры», это «сайнс-хипстерс». Это ваши читатели, да? И кто-то из вас тоже, по-видимому. Люди, которые, просыпаясь каждое утро, прежде всего в Фейсбуке, обнаруживают, значит, все цитаты Ричарда Докинза, лайкают их, это такая религиозная месса, и идут писать свои курсовые, ну или что там сейчас пишут в 10-м классе. Соответственно, это люди, которые ни разу не были в лаборатории, но готовы убивать за биопринтинг. Люди, которые никогда не читали Канта, но знают, что Баденское неокантианство – это круто. Это удивительная группа людей, которая по степени вот этой, значит, академической нахватанности, в принципе, уже довольно сравнима с научной журналистикой. А главное – это очень большая группа. Она куда больше, чем те люди, которые занимаются производством знания, и те люди, которые об этом производстве знания рассказывают, вместе взятые. У нас сформировался целый класс людей, хорошо различимый, на наших массивах, репрезентативных по стране, которые, в принципе, обрели истину научного, значит, миропонимания, не имея никакого прямого доступа к производству знания. Он им, собственно, и не нужен, потому что есть постнаука, троицкий вариант, премия-просветитель и огромная книгопечатная программа, которая объясняет им, как на самом деле устроен мир. От лица той или иной дисциплины. Ну, все же понятно. И поэтому половина из них, значит, вооружившись цитатами из лекции биолога Александра Маркова, рассказывает, что свободы и воли не существуют. А зачем еще смысл биологии в чем? Вы думали в том, чтобы понять глубоко, значит, внутренние биологические проблемы решить? Нет. Для того, чтобы ответить на вопрос о свободе воли. Ну, во всяком случае, сайнстеры в этом глубоко убеждены. И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот в группе сайнстерства мы обнаруживаем удивительные феномены, которых раньше не наблюдали. Это порождение вот этой массовой медийной популяризации науки. Сформируется целый социальный класс, да, причем с сильными поколенческими характеристиками. Это молодые люди. Несколько лет назад, когда закончился сериал «Доктор Хаус», Гарвардская школа медицины закатила попойку на кампусе. Такую, значит, и вот в том месте, для всех школ, и в том месте, где наливали пиво, бесплатно, висела... Это самая правильная реакция на просветительское движение в России. Бегите, пока не поздно, да? Там висел такой слоган, гигантскими буквами. «Наконец-то к нам снова начнут поступать люди, которые реально интересуются медициной». Вот мне бы их проблемы, вот серьезно. Потому что у нас люди, которые посмотрели сериал «Доктор Хаус», они не поступили в Гарвардскую школу медицины, они сразу пошли оперировать. Ну или как минимум ставить друг другу диагнозы в интернете. То есть нет никакой проблемы с популяризацией, если эта популяризация нацелена на притаскивание людей в образовательные учебные заведения. Ну, собственно, мы ради этого и включались все. То есть, что мы с Соколовым туда приперлись? Потому что есть Европейский университет и Шаненко, и была такая моральная позиция серии. Если один из тысячи, который посмотрит нашу лекцию, потом придет читать Канта, или потом придет к Соколову считать массивы, то считаем, что просветительская деятельность, значит, окупилась. Ну, во-первых, не один из тысячи, а один из десяти тысяч. Во-вторых, не к нам. А в-третьих, вообще не читать Канта. А остальные, они пойдут в интернет, рассказывая друг другу, какая наука на самом деле самая крутая. Ну, понятно, что биология, конечно. Теперь, в этой ситуации, просто еще одна короткая зарисовка, TEDx в Новосибирске. Замечательное популяризаторское мероприятие. То есть, такой, ну, уже совсем медийный формат, да? То есть, где у вас вообще просто вышел, значит, со стендапом и ушел, оставив публику в недоумении. Но замечательный совершенно доктор биологических наук, из Академгородка, такой очень заслуженный ученый в прошлом. И у него как раз такая лекция, ну, прям очень хорошая про шифровку ДНК. После чего он понимает, что, в общем, кажется, немножко углубился в собственную математику, а зал забит. Там было какое-то бесконечное количество народу просто. Он поглядел, аудитория сказал, вы знаете, вы не обязаны понимать то, что я говорю, но вы обязаны этим интересоваться. Вот это кредо сайнстерского поведения. Мы не обязаны понимать то, что вы говорите, но мы этим безумно интересуемся, потому что, ну, понятно, теория эволюции – это религиозная доктрина. Понятно, что, соответственно, роботы спасут этот мир и тому подобное. Роботы спасут этот мир – это моя личная травма прошлого месяца. Накануне открытых инноваций меня организаторы очень попросили дать интервью комсомольской правде. Зачем я согласился? Я не знаю. Но тем не менее, после того, как я вырезал весь бред все-таки из интервью, там три раза его переписал, но там осталась фраза. В России сегодня, как показывают результаты наших последних опросов, сформировалась группа людей, которые уверены, что роботы спасут этот мир, если депутаты его не погубят. Да, вы уже поняли, как называлась статья. Она называлась Виктор Вахштайн, двоеточие – роботы спасут этот мир. То есть отдельная проблема с этим. Но так или иначе, нас, конечно, интересует вот эта группа. Больше всего. Самое интересное в этом смысле – это взаимодействие самих ученых с разными этими типами группировок. Потому что про то, какой есть взаимный биф между научными журналистами и представителями тех академических сект, с которыми они имеют дело, в общем, уже про это рассказывать не надо. Он взаимный. Это не то, что ученые, как братьям нашим меньшим, с презрением относятся к научным журналистам, которых повыкидывали из аспирантуры. Это взаимно. То есть хорошая подруга, продюсер постнауки, в свое время не так давно сказала, когда мы все это начинали, мы за вами бегали и упрашивали стать медийными звездами, а теперь не знаем, как вас развездить обратно. Так что тут, в общем, все взаимно. Но что самое интересное – это то, как считывают друг друга представители разных академических дисциплин в тот момент, когда оказываются в ситуации непрозрачности того, что происходит внутри одной дисциплины, для другой дисциплины. Но если это смежные дисциплины, и вы пьете вместе, то это вот примерно как first-hand. То есть собрались, там, а что у вас? А у нас такой замечательный эксперимент, расскажи подробнее. Возможно, из этого вырастет какой-то совместный проект. Ученые никогда не оказываются в числе сайнстеров. Они сразу оказываются в числе вот здесь. То есть биолог, когда он периодически выпивается аналитическим топологом, и они обсуждают работу Рене Тома о том, в какой степени топологические модели из аналитической топологии могут быть использованы в эмбрионологии, они друг для друга first-hand. Но в тот момент, когда они говорят, а прикинь, кафедру теологии открыли, то дальше вот сразу можно ничего не знать. Примите руки, кто считает, что политология – это не наука. Хорошо. От антрополога. Очень круто. Замечательно. Смотрите, какой просвещенный. Что экономика – это не наука. Круто. А теперь, понимаете, что если бы была такая полностью естественно-научная аудитория, это было бы подавляющее большинство рук сейчас. Потому что в естественно-научной аудитории, сколько раз я проводил этот эксперимент, это подавляющее большинство рук. То есть количество нормальных, естественно-научных представителей вот этих сект, которые отказывают в правильном существовании смежным дисциплинам, на порядок выше, чем в этих смежных дисциплинах. У нас есть иерархия нетерпимости просто такая. То есть дисциплина характеризуется тем, с какой процент ее представители считают, какой процент других дисциплин не существующими. Это очень сильный показатель. Поэтому, да, например, молекулярному биологу ничего не стоит прийти из позиции вполне себе непросвещенного быдла и сказать, да вы что, серьезная экономика? Да это фейковая прослужанка продажного капитализма. То есть что в биологическом образовании дает людям такую невероятную уверенность, позволяющую сказать, что наука, а что нет, 99% из них прогуляли курсы по философии и науке в аспирантуре. А оставшийся процент его не прогулял, но ненавидел все это время. Давайте вернемся к моделям. Окей, мы выделили целевую группу, которая нас интересует. Теперь, то, что сделал Дональд Маккензи и то, что сделали как раз те, кто занимается исследованиями научного знания в социологии, они построили другую модель. Они построили модель, и это как раз тот период, когда только-только начинается вот эта массовая медийная популяризация, которая соединяет два параметра. Один это та самая информированность, то, что люди знают, например, о ГМО, то, что люди знают о социологических опросах. Есть, кстати, одна увлекательная фраза, которая показывает, что человек ничего не знает о социологических опросах, потому что тот, кто начинает с этой фразы, вы можете его сразу заинтересовать. Фраза такая, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Это значит, что человек не знает разницу между социологией и статистикой. Вот эта фраза, как правило, вся выдает сходу. И тому подобное. А с другой стороны, это как раз тот самый уровень сомнения, уровень неуверенности. Или то, что часто называют уровнем диссенсуса. Но диссенсус – это как раз коллективное сомнение. В модели Маккензи есть, ну понятно, что она сделана была на деньги Пентагона, потому что американским военным, ну не Пентагону, Дарпа, американским военным было очень важно понять, при каких обстоятельствах, какой фрагмент научного знания, кто был главным заказчиком популяризации научного знания в Штатах, да, военный, как это будет воспринято широкими массами. В частности, если у ученых в период Холодной войны есть чудовищные сомнения в том, что ракета взорвется, вернее, во-первых, долетит до Советского Союза, а во-вторых, взорвется, потому что, понимаете, что есть сложность с тем, что это расстояние экспериментальным образом пролететь. А пролететь можно, но без ядерной боеголовки. До Атолла в Тихом океане, который был, собственно, мишенью при испытаниях. С ядерной боеголовкой туда не пустят, не запустите, но вы же не будете взрывать Гавайи, правда? В случае неудачного эксперимента. Это, соответственно, дальше вопрос, а с боеголовкой она так же полетит или не так же? Никакого консенсуса не было. И вот эта степень диссенсуса, пишет Маккензи, это то, что спасло мир в какой-то момент. То, что была чудовищная неуверенность в том, что это вообще сработает. Но при этом транслировалось, как вы понимаете, массам, что еще немного, и наступит ядерная зима. То есть это было некоторое такое тотальное общественное мнение. Люди строили бункеры у себя во дворах, где они будут спасаться от ядерной зимы. Все это время в экспертном научном сообществе не было вообще никакой уверенности в том, что эта фигня полетит с обеих сторон. И вот как раз замечательные тексты сначала Маккензи, а потом Маккензи и Пинча показывают, каким образом эта степень неуверенности внутри тех, кто непосредственно вовлечен в экспериментальную деятельность, спасла мир на определенном этапе. Поэтому, говорит Маккензи, среди тех, кто производит знания, всегда есть некоторая существенная степень неуверенности. В случае с climate change, она в последние годы идет вниз. Все больше и больше количества ученых говорят, да, ребят, но все-таки пора признавать. Это антропогенный фактор. Все, хорош. Но сразу же за вот этой степенью диссенсуса начинается вот та самая научная журналистика, начинается та самая популяризация. А популяризация – это производство несомненности. Ни один нормальный популяризатор. Не начнет с того, что, вы знаете, кажется, ГМО безвредный, но это не точно. То есть нет таких статей. Каждый человек произошел от обезьяны, но это теория. То есть нет. Вам при этом нужно обязательно транслировать несомненность в полученных не вами результатах. Соответственно, вот здесь стоят зелоты. Это люди, задача которых – устранение того сомнения в полученных данных, того сомнения в использованных методах, того сомнения в разработанных теориях, которые являются неотъемлемой чертой научного производства. Вот это такие убийцы сомнения. То есть вот в этой точке должно быть все чисто. Это научный результат. Это доказано наукой. Понимаете? Сейчас идет огромный судебный процесс из-за использования результатов криминологической экспертизы в Штатах. Потому что стандарт доказательства в науке, который используется как более жесткий, чем стандарт доказательства в суде, а потому научные доказательства всегда судом воспринимались как solid base. Сейчас выясняется, что там стандарт доказательства гораздо меньше, чем в юридическом процессе. Получается, что юридическая практика в качестве несомненного использует доказательства, полученные очень сомнительными способами. Дальше вопрос, собственно, в том, кто убедил юриста в том, что у ученых-криминологов в лаборатории все чисто. То есть как возникла уверенность того, что если прокурор говорит, да, это точно он укусил подозреваемого, это отпечаток его зубов мы сняли, что отпечаток зубов – это отпечаток пальцев. И там очень много интересных кейсов, как это вскрывается сейчас. Мне кажется, это привнесет невероятный урон криминологии, как науке, но, возможно, юриспруденция станет чуть более чистой. А дальше вот за этой зоной зелотов там уже начинается разнобой, потому что вот тут вот то самое веселое и непросвещенное быдло, которому абсолютно по барабану на ГМО, это может быть с равной степенью и научный продукт, это может быть с равной степенью и метка дьявола, все что угодно. Но нас интересует вот эта зона, зона тотальной несомненности. У Маккензи есть такое забавное замечание, где он говорит, что, в принципе, для социологов науки без разницы является наука наукой или лженаукой, потому что для нас граница между наукой и лженаукой состоит просто в соотношении двух уровней сомнения. Если сомнения у тех, кто занимается этой практикой производства знания, выше, чем у тех, кто про нее слышал из газет, то это лженаука. То есть если люди, которые делают социологические опросы, сомневаются в их результатах сильнее, чем те, кто читают их результаты, то это лженаука. То есть это астрология. Если астролог чуть больше сомневается в расположении планет, чем те, кто читает его гороскоп, это лженаука. У нас довольно большое количество дисциплин попадает, ну вот, например, все возникающие дисциплины попадут сюда. То есть на первом этапе там уже совсем непонятно, наука это или нет. Теперь, от чего зависит этот переход? В какой момент, в какой точке происходит вот это резкое устранение сомнений в достоверности? За счет чего и каких механизмов оно достигается? Здесь есть несколько моделей объяснения. Вы живы вообще? Все нормально? Вопросы есть какие-нибудь? Если есть, задавайте их по ходу, пожалуйста. Да, прошу. Да, вот я ждал, да. Давайте еще раз. Есть люди, которые определяют, что уровень сомнения среди тех, кто занимается наукой, должен быть ниже. Не наукой в целом, а какой-то конкретной области. Да, конкретной области науки должен быть ниже, чем у потребителей. А если это не так, то это лженаука. Это ответ Дональда Маккензи, и он стоит в следующем. Если в ответ на вопрос о том, является изменение климата, результатом, например, техногенных факторов, ученые сомневаются в этом больше, чем общественное мнение, то, скорее всего, они вообще не ученые. Вот это ответ Маккензи, что уровень диссенсуса, уровень... Простой пример. Если, когда публикуются результаты социологического опроса, одно из опросных контор, вот это, к сожалению, пример взятый из жизни, вызывает в закрытом Фейсбук-сообществе людей, занимающихся опросом, куда больше сомнений, чем у тех, кто является его потребителями на самом... То есть те, кто говорит, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. То есть если те, кто проводит опросы, сами начинают свою фразу с того, что есть ложь, есть большая ложь, а есть то, что вы сделали, классический пример, крымский опрос, то, видимо, у нас есть большая проблема с опросами. Это то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Сегодня в социологии проведение количественных опросов находится под очень большим ударом. Внутри социологического сообщества количество людей, которые поставили своей целью уничтожить опросы как практику, больше, чем в общественном мнении людей, которые считают, что это шаманство. То есть социологи сегодня больше считают, что опросы это шаманство, чем человек с улицы. Вот в этот момент, Маккензи говорит, баланс доверия меняется, и все. И теперь это действительно шаманство. Вот у меня вопрос. Если вы говорите, что с просвещением все так плохо, что надо бежать от него, как вот этот ребенок, что, собственно, плохого в том, что, ну, скажем, есть некоторая группа людей, которые себя, социальная группа, которые себя идентифицируют как просветители, как научные журналисты, как те, кто занимаются распространением популярного научного знания, что плохого в том, что они, ну, конкурируют за ресурсы, конкурируют на идейном уровне с другими группами. Почему надо отсюда так бежать? Во-первых, на идейном уровне не так, чтобы вы с кем-то конкурировали, а это не ваша идея. Ну, скажем, с религиозными группами, с эзотерическими течениями. То есть это... Какими эзотерическими течениями? Эзотерическими. А, эзотерическими. Не-не, мой тезис был не в том, что это хорошо или плохо. Я не даю оценок, стараюсь как минимум. Только личных, чисто эстетических. Я вас просто ненавижу. Это не имеет отношения к моим исследованиям. Нет, ничего плохого. Просто я говорю о том, что вы от них не отличаетесь. Вы ничем не лучше из эзотерических течений. Эзотерическая церковь Ричарда Докинза, она мало чем отличается от астрологии. По своей уверенности, убежденности, даже то, что вы говорите, конкуренция за ресурсы. Но мы к этому вернемся. Давайте мировоззренческие вопросы и вот такие естественные, человеческие оставим. Простите, это слет просветителей, слет обывателя, это другое мероприятие. Я правильно понимаю, что увеличение числа сайстеров приводит к тому, что ученые сомневаются больше, чем те, кто их читают, и наука становится лженаушкой? Вот это как раз эмпирические вопросы, на него нужно отвечать. Но сейчас мы к этому перейдем. На самом деле нет. На самом деле нет. На самом деле все гораздо хуже, потому что в этот момент, когда вы понимаете, что у вас есть гигантская благодатная аудитория, и все, что вам нужно сделать, это перестать сомневаться в полученных результатах и научиться транслировать их так, чтобы в них не сомневались остальные. В этой модели просто внутри дисциплинарных сообществ, внутри, отпочковывается довольно большая группа ученых, которая ставит... Да, понимаете, да? То есть по большому счету такие внутренние сайстеры. Сейчас вот, собственно, об этом поговорим. Каковы те социальные факторы, которые способствуют переводу, способствуют вот этому исчезновению сомнения, способствуют производству веры, как ключевого, главного антинаучного, но внутри науки производимого элемента. Есть морфологическое объяснение. Морфологическое объяснение в социологии это всегда объяснение от социальной структуры. Когда мы можем, например, замерить, каким образом данное конкретное научное сообщество, производящее данный конкретный тип знания, организовано, социально организовано. Иными словами, нам надо замерить плотность социальных связей, частоту коммуникативных контактов. То, что касается трансляции механизмов, соответственно, частоты трансляции информации. И понять, каким образом с одной стороны структура академических сообществ, а с другой стороны установки общественного мнения позволяют объяснить, почему здесь это, например, приживается, возникает массовая психоз популяризация, а в другом случае нет. Ну, в случае с установками общественного мнения это немножко проще. То есть мы проводим дважды в год исследования, связанные с восприятием науки, техники. Обнаруживаем вдруг неожиданно, что такая методика Шварца, это методика того, что нужно воспитывать у детей. Нет, на полном серьезе. Это методика того, что вы считаете важным воспитать у вашего ребенка. То есть нельзя спросить человека, что вы считаете ценностью. Нужно спрашивать, что главное, чтобы вот ребенок усвоил. А с другой стороны, восприятие науки и техники. Выясняется, что в принципе люди, которые сегодня поддерживают научно-технический прогресс, который считает, что в ближайшей перспективе научно-технический прогресс позволит решить основные проблемы человечества. Что научно-технический прогресс позволит бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть дает максимально техно-оптимистические ответы. А кроме того, поддерживает скорейшую, вот это мне понравилось из последнего вопроса, скорейшую замену судей роботами. То есть у нас уровень поддержки робота-судьи в России выше, чем там, где такие эксперименты действительно ведутся. То есть четверть страны готова заменить судей роботами уже завтра. Соответственно, и дальше мы меряем это, там, связываем с разными параметрами, в том числе, например, с религиозными. Выясняется, что люди, которые поддерживают научно-технический прогресс, люди, которые абсолютно религиозные по своим основным ценностным паттернам. То есть у нас вполне себе такая научно-техническая религия. Мои коллеги из РВК, с которыми вместе мы делаем этот проект, убеждены, что это все инерция советского образования, но это плохое объяснение, потому что инерция советского образования можно объяснить все, что угодно. Да, то есть вот, ну, там, опять же, есть конкурирующие циологические объяснения в духе того, что нет, вот этот невероятный уровень научно-технической веры является как раз скорее следствием падения доверия социальным институтам. Другое объяснение от Павла Степанцова. Там есть разные конкурирующие гипотезы, которые на этих массивах можно проверять. Но люди, которые склонны к морфологическим объяснениям, это люди, которые всегда говорят, замерьте структуру социальных связей, замерьте иерархию социальных отношений, и вы поймете, почему здесь возникает просветительский эффект, а здесь нет. Я приведу пример такого рода морфологического объяснения, зафиксируем структуру научных сообществ и установки общественного мнения. Две первые перемены. Подобного рода морфологическое объяснение это замечательная статья Бен Давида о том, почему в американских лабораториях открытие происходит чаще, причем в одной конкретной области, чем в немецких. Хотя, казалось бы, там, в общем, примерно одинаковый уровень расходов. Все дело, говорит он, в том, что в Германии изучаются две диссертации, как у нас. Да, абилитация, промоционная и абилитация. Соответственно, в том случае, когда в Штатах молодой аспирант получает PHD, его главная задача максимально быстро получить хорошую публикацию. Ему нужно всеми силами революционизировать полученные ими данные, то есть показать, что он создал настоящую научную революцию. А поскольку рынок большой, тут же свалить на нормальную позицию, желательно перепрыгнув пару постдоков в какое-то хорошее место. Поэтому он будет крайне слабой социальной связи, широкий рынок. Надо как можно революционнее подать то, что ты сделал. В Германии человек, который защитил свою первую диссертацию, еще не факт, что защитит вторую. И поэтому отношения с научным руководителем, они сохраняются гораздо дольше. Поэтому, даже когда аспиранту уже 50 лет, он продолжает посылать своему бывшему научному руководителю к открытке на день рождения. Аспиранты Хельмута Шельски выгуливали его жену, собачку его жены. Может, и жену тоже, я не знаю. Но теперь, это означает, что плотность социальных связей не позволяет молодому аспиранту революционизировать результаты своих исследований. Если это сделает, то он габилитацию никак не защитит. Поэтому, какие бы прорывные данные он не получил, он всячески их революционность пытается снизить. И в статье пишет, я лишь развиваю 38-й аспект такого-то положения своего учителя в статье 79-го года, тогда впервые появившись и так далее. Поэтому, говорит, Бендавид, дело не в том, что в одном случае получаются революционные данные, а в другом какая-то, значит, нудятина. Дело в том, что если здесь можно революционизировать свои данные и подать их как прорывные и за счет хайпа внешнего очень многое привлечь. Здесь нельзя, потому что вам как бы неловко перед старшими коллегами. То есть вы позицию не получите, потому что вы получите по их рекомендации. Чем больше социальных связей, говорит Бендавид, чем плотнее отношения внутри академического сообщества, тем меньше результатов. Вот такой забавный результат социологического исследования, где основная задача, основной коррелят научной продуктивности это асоциальность. У морфологического подхода. У морфологического подхода, которому мы всем, конечно, лучшим в нем обязаны Эмиле Дергейму, есть действительно очень сильный эффект. В частности, так называемая Эдинбургская школа, сильная программа в социологии знания, которая позволяет нам сказать буквально следующее. Давайте ответим на вопрос, как устроена коммуникация внутри научного сообщества и каковы установки в «larger society», то есть «larger than what». Но вот есть такое устойчивое выражение «большее общество». И мы вам скажем, будет ли иметь эффект проект вроде постнауки. В этом смысле морфологисты – это люди очень жесткие каузальные объяснители. То есть они всегда говорят, есть две переменные, и потому в социальной среде такого-то типа получат распространение такие-то объяснения. Это Дэвид Блур, Мэри Дуглас. Такое большое направление, которое, например, есть отличное исследование на тему френологии. Почему френология получила распространение в Шотландии? Да, то есть там же фантастическая история. Придумывают в Германии, потом Шпурцхайм заезжает случайно в Шотландию, и вот уже через 20 лет книга о строении мозга, френологическая Библия, она третья после Библии и приключений Джона Баньяна. Такая очень важная для английской протестантской культуры книга. Соответственно, почему? То есть королева приглашает этих людей ощупать череп своих детей. То есть почему там происходит такое распространение? Вот они показывают. Соответственно, рост среднего класса предполагает, что именно эта научная теория лучше всего позволяет им аргументировать против аристократии, что нет больше разделения души и тела. Аристократия – это душа, а рабочий класс тела. Есть 27 зон в коре головного мозга, которые предполагают, что там локализованы добродетели. Вот добродетели среднего класса. Рост среднего класса, говорит Блур, в данном случае это не Блур, это его ученики, приводят к тому, что френология оказывается новой религией. И вот такого рода исследований довольно много, которые показывают, почему в какой-то момент какой-то тип высказываний, какой-то тип мировоззрения, какой-то тип знания, потому что френологическое знание – это знание. Например, френологи, при том, что лженаука, несомненно, были первые, кто описал функциональную дифференциацию серых и белых волокон головного мозга. Там все всегда сложнее, чем это кажется сейчас. Это нам сегодня с позиции борьбы с лженаукой уже все очевидно. Там все очевидно не было. Вот, соответственно, морфологисты – это люди, которые отвечают на вопрос, почему это происходит, соотношением структуры коммуникации внутри науки и типом установок за ее пределы. У вас был вопрос? У меня вопрос такой. А там, насколько они делали поправку? Во-первых, Германия намного меньше страна. И, во-вторых, там, насколько я помню, еще важное ограничение, что там в каждой земле нельзя работать больше определенного количества лет. Это как раз… Это ограничение не очень… Это ограничение не действует в академическом мире. Нет, вот там вся социология немецкая второй половины 20-го столетия проработала вот в одном университете в Белефельде. Причем, то есть, вот буквально всю жизнь. Вот как сел там, так и умер там. Но сейчас это как бы… Давайте вот статью Бендавида, если вам будет интересно, вы ее прочитайте, мы ее обсудим. Да, Бендавид. Бендавид и Коллинз. Два автора таких. Теперь, внутри этих вещей есть забавная промежуточная переменная, которую можно тоже замерить. Это так называемые дисциплинарные реакции. Дисциплинарные реакции – это то, как представители данного сообщества реагируют на популяризацию. Более того, на то, что представители нашего племени вышли говорить, значит, с научными журналистами и приняли участие в этом, значит, десакрализующем процессе. То есть, некоторые дисциплины в России на популяризацию отреагировали увлекательнейшим образом, а именно предали астракизму тех, кто занялся популяризацией. То есть, если молодой ученый решил, значит, пойти на пост науку и рассказать… Это не социология, говорю сразу. И рассказать про экзопланеты, допустим, назовем условно экзопланеты, или достижение в исследовании искусственного интеллекта, то по возвращении в лабораторию его ждет неприятный разговор с руководителем лаборатории и говорит, «Ты что вообще? То есть, ты куда полез? Ты зачем это сделал?» В этот момент возникает вполне такая забавная реакция на популяризацию со стороны самой науки, которая предполагает, что популяризация – зло. Нужно каким-то образом ей противостоять. Отчасти это процесс профанации, десакрализации научного знания, отчасти это нарушение социальной иерархии, потому что в такой стандартной модели иерархия внутри научного сообщества должна открывать больше возможностей для популяризации. То есть, исполнилось тебе 70 лет, вышел ты в тираж, в этот момент иди популяризуй. Проблема в том, что в ситуации, когда нужно произвести важную просветительскую операцию убийства сомнения, человек 70 лет, чьи научные заслуги далеко в прошлом, худший кандидат и СМИ не хотят иметь дело с вышедшим в тираж великим ученым, то что его появление на экране скорее порождает сомнения, причем во всем, включая его адекватность. Поэтому, поскольку основной запрос на популяризацию идет все-таки от этой второй когорты, first-hand, то, что мы назвали выше, как раз слом научной иерархии был неизбежен. То есть, неизбежно было то, что будут рекрутироваться для дачи показаний в СМИ в общем не те, кто занимают верхние позиции, что в некоторых дисциплинах, наиболее иерархическим образом организованных, привело к довольно серьезным конфликту и в конечном итоге к поколенческим революциям. Ну, как бы, революция не бывает без жертв, говорю я накануне 7 ноября, в День народного единства и согласия. Поэтому значительная часть людей в этот момент потеряв позиции внутри академического мира в результате своей избыточной просветительской активности, что сделало их еще более востребованными на рынке просвещения. То есть, вот этот переход ученых в просветители был результатом того, что за счет из-за избыточной просветительской активности их просто выгнали из академических сообществ. Такие кейсы есть, они довольно любопытные. На противоположном конце спектра по дисциплинарным реакциям находятся гуманитарные дисциплины, конечно, которые с ужасом и удивлением вдруг обнаружили, что они хоть кому-то нужны. То есть, ты приходишь рассказывать про глагол в каком-нибудь хетском языке, и это кому-то нужно, прости господи. После этого, например, в социологии возникает система чуть ли не взаимозачета. Например, в Манчестерском университете в силу того, что его тоже популяризация не обошла стороной, профессор Фил Хатчинсон имеет выбор ему опубликовать статью про Витгенштейна в узком Витгенштейновском журнале лучшим, с очень высоким цитированием внутри дисциплинарного поля. То есть, там Витгенштейнянцы из теории права сталкиваются с Витгенштейнянцами из эпистемологии. Или три статьи в местной газете. Местной газете, даже не федеральную, не федеральную, общеанглийскую, хрен с ним, пусть хотя бы на уровне графства. Нет, просто местной газете. Выходит, философ Витгенштейнянец и говорит, такое-то решение нашего суда по поводу такой-то принадлежности таких-то и таких-то земель противоречит чему-то. И дальше следует философская доктрина. После чего, конечно, определенная группа социологов предпочла гораздо больше публиковаться в популярных изданиях, чем в социологических. Их сложно за это винить. То есть, в этом смысле дисциплинарные реакции бывают разнонаправленные. Опять же, морфологисты на вопрос о том, какая дисциплинарная реакция, производная, от чего она является, скажут, от структуры научного сообщества. То есть, то будет иметь эффект или нет, это результат, скорее, взаимодействия общественного мнения и структуры научных сообществ. Дисциплинарная реакция для морфологиста это всегда следствие того, насколько иерархична дисциплина. Если дисциплина иерархична, то, скорее всего, будут отторгнуты те, кто внутри науки занялся избыточной популяризацией. Есть ли какие-то вопросы на этом этапе? Мы пока с вами в рамках трех переменных строим объяснение. Я думаю, не нужен микрофон. Я слышу прекрасно. Вот здесь все. Это яркий пример того, почему, скорее всего, все-таки морфологистские объяснения, но, мягко говоря, недостаточны. То есть, при том, что все мы их очень любим, потому что они жесткие и каузальные. Мы построили регрессию и доказали, что количество идиотов пропорционально иерархическим позициям в данном академическом сообществе. Но, скорее всего, они недостаточны, потому что нет. Гуманитарные науки, особенно в постсоветском мире, они были куда более иерархизированы. Тем не менее, да. То есть, видимо, где-то накосячил Дэвид Блур, когда создавал эту модель объяснения. Что, простите, тем более, что? Полезно для кого? Я не знаю, там есть модель групп Грид, я могу сейчас ее очень коротко описать, с чем она связана. Модель групп Грид, так, это сейчас еще 40 минут. В общем, там важна не сама по себе иерархия, давайте сейчас очень коротко, вот я сейчас попытаюсь совершить операцию просветительского редукции содержания к форме. Там важно два других параметра. Это жесткость границы, то, насколько тяжело попасть, да, такие полузакрытые академические мужские сообщества. А вторая, это внутренняя гетерогенность, то есть, сколько у вас внутри действует разных иерархий. Публикуется, не публикуется, преподает, не преподает, так далее, так далее, так далее. Чем прозрачнее граница, гуманитарных наук, дисциплинарно, гораздо прозрачнее, чем у естественных. И чем больше внутренних гетерогенных иерархий, тем с большей вероятностью в этот момент говорит нам гипотеза групп Грид, которая тоже морфологистская, кстати, дисциплинарная реакция будет благоприятной. То есть, вам позволят быть просветителем внутри своей кафедры. Вы на этом факультете можете быть просветителем. Но есть лаборатории, в которых, если ты просветитель, то иди отсюда. Что ты тут делаешь? Так что там чуть сложнее все же, чем просто иерархия. Там жесткость границы, многочисленность этих иерархий, сложность их и невзаимопереводимость. Ну вот Манчестер все-таки официально перевел в показателях результативности научной деятельности статья в местной газете приравнена, по-моему, как 0,15% или 0,25% от академической публикации. Не, ну мы сейчас не берем военные исследования. Non-disclosure. Это разные вещи. Дело не в том, что вы популяризуете результаты собственных исследований. Я имею в виду всю популяризацию. Это проблема. Но это проблема афилиации, это не проблема дискложия. Это отдельная тема на самом деле. Проблема афилиации, да, но я знаю нескольких людей, которых уволили, потому что в своих популярных высказываниях в газете они представились не той институцией. У них там множественная афилиация, как у половины российских ученых. Но одна из них в качестве своего условия требует, чтобы именно с ней афилировался человек, поскольку там его основное место работы. Если он поставил другую афилиацию, другого своего места работы. Таких кейсов я не знаю. Хорошо. Пришлите мне эти результаты. Еще вопрос. То есть чувствуете, у нас появились множественные академические валюты. Вот Николас Луман рыдает там в углу сейчас в этот момент. Его идея о операционно-замкнутых социальных системах, наука является одной из них, летит к чертям. Теперь, мы с вами пока взяли всего три переменные. Там есть еще несколько важных переменных. Ну, во-первых, помимо морфологистов у нас всегда есть институционалисты. Институционалисты прекрасные люди, которые говорят, да дело же не в структурах внутри дисциплинарных сообществ и так далее. А дело же исключительно в той машинерии, которая обслуживает это. Не было популяризации до Фейсбука и после Фейсбука. Это очень разные популяризации. Вопрос не в том, в какую социальную иерархию вы вписаны. Вопрос в том, есть у вас Фейсбук-аккаунт или нет. Вопрос в конечном итоге в поиске того, что называется hinterland, то есть машинерии опубличивания. И потому, в общем, нормальный институционалист ответит на вопрос о том, почему здесь есть эффекты популяризации, а здесь нет. Просто он скажет, посмотрите, у кого из них есть Фейсбук и сколько у кого из них есть френдов. Ну, как бы такая банальная и не очень интересная вещь. Соответственно, институциональная машина hinterland это понятно, но я бы обратил внимание на последнюю переменную и, наверное, ее оставлю. То, что называется режимы медиатизации. Режим медиатизации это то, в каком формате производится высказывание. У нас, соответственно, режим медиатизации это та речевая стратегия, которая выбирает представитель того или иного научного сообщества, когда производит опубличивание данных. Такого рода режимы медиатизации могут различаться, во-первых, по тому, от чего лица производится высказывание, на кого она нацелена. Ну, тут более или менее у нас у всех понятные группы. А кроме того, на каком языке в конечном итоге оно произнесено, то есть в рамках какого способа мышления оно сделано, в рамках в какой языковой конвенции. Здесь любопытным оказывается в конечном итоге то, что в России изначально, когда только-только происходил этот процесс, там, 10 с лишним лет назад, все такого рода популяризаторские высказывания осцелировали между двумя крайностями. Первое, это когда вашего несчастного научного руководителя говорят, прочитай лекцию про Канта. Он читает лекцию про Канта, так как он читает ее на пятом курсе философского факультета МГУ. То есть нихрена не понятно никому. Потому что, если вы перед этим не прочитали Канта, попытка популяризовать Канта таким образом провалилась изначально. Человек прочитал академическую лекцию вместо публичной. Вторая ситуация, это когда вам притаскивают этого ученого, он понимает, что это популярный формат и можно нести все, что угодно и он несет все, что угодно. То есть это байки, веселье, это куча примеров. Особенно, если это, опять же, представитель естественных наук, он уже понимает, что ему уже просто скучно рассказывать про островковую кору головного мозга. Поэтому он пытается проиллюстрировать наличие у человека островковой коры головного мозга тем, как он ездил на рыбалку на прошлой неделе. Вот между двумя этими форматами в конечном итоге стало очень быстро выкристаллизовываться более-менее жесткий фрейм высказываний популяризации науки. И здесь очень любопытно, что в конечном итоге эти режимы свелись сегодня к трем. Первый режим это режим экспертного высказывания. Экспертное высказывание это очень смешной формат. Им, конечно, грешат больше всего экономисты на втором месте, социологи, на третьем политологи. За второе место мы с политологами боремся, ладно. Это когда вы на языке своей дисциплины пытаетесь описать то, что происходит в мире. То есть, вот, например, это больше не аннексия Крыма, это результат противоборства глобалистских и контрглобалистских сил на данных конкретных геополитических условиях. Или вы можете в очередном решении президента обнаружить что-то в духе, как писал Маккиавелли, позиция принципса в определенных ситуациях детерминируется лишь четырьмя возможными обстоятельствами. То есть, нормально так описать политику Российской Федерации через Маккиавелли. Самое главное, что все you're on the safe side, потому что все равно никто ничего не поймет. Вас, собственно, потому и позвали, чтобы вы на языке современной аудиальной демократии рассказали, какая историческая политика позволит сделать то-то, то-то и то-то. Иными словами, это высказывание о мире на языке некоторой дисциплины, которая предполагает, что его никто не понимает. И все как бы читают именно для того, чтобы ничего не понять. Все хорошо. Это экспертный режим медиатизации науки, когда ученый пытается всячески продемонстрировать, что он является еще и экспертным по некоторым событиям. Я не очень себе представляю, что биолога позвали и сказали, как вы думаете, проблема с Северной Кореей. Вот я бы просто хотел посмотреть, вот просто хочу, чтобы они тоже испытали на себе этот экспертный формат медиатизации. То есть, какие именно девиации в семье Ким Чен Ина привели к тому, что... А социологов нет такой проблемы. Еще на предыдущем корейском кризисе, когда позвали одного из профессоров высшей школы экономики, социолога, разумеется, который написал книгу про одиночество, и он специалист реально по одиночеству. И сначала с ним взяли интервью про одиночество, а потом спросили про Северную Корею. Ну, вы догадываетесь, что в следующие 45 минут он рассказал про то, что, понимаете, ему очень одиноко просто Ким Чен Ина. То есть, вообще без проблем просто. То есть, вот любую фигню можно объяснить. В этом смысле, конечно, экспертный формат, он ужасно ублюдочный, но наносит меньше всего вреда. Потому что экспертный формат в этот момент заставляет сомневаться в адекватности эксперта, но при этом не производит операции убийства собственно научного академического сомнения. Второй формат это вот сегодня то, что у нас доминирует. Это такой настоящий просветительский формат. Классическая формула просветительского высказывания практически сводится к следующему. Это высказывание о мире от лица дисциплины, но не на ее языке. Это когда мы говорим вам о том, как устроен мир, при этом будучи социологами, экономистами, политологами и так далее, но не на языке социологии, экономики, политологии. Это, по большому счету, такой процесс наковыривания изюма из булки. То есть нам нужно вытащить из своей дисциплины забавный результат и, значит, скормить его широкой публике. А вы знаете, почему у человека соленая кровь? А, потому что жизнь появилась в воде. А вы знаете, почему обезьяны, вегетарианцы вымерли? А потому что им приходилось очень много жевать, потому что, чтобы обеспечить необходимый, значит, уровень питания. А, когда они много жевали, у них увеличивалась челюсть. А если у них увеличивалась челюсть, места для мозга не оставалось, поэтому вегетарианцы вымерли. Вы понимаете? Да? А вы знаете, что революция всегда предшествует рост уровня благосостояния, а не падение уровня благосостояния. В общем, за каждым из этих высказываний стоит огромная работа, сложные конкурирующие гипотезы сталкиваются, и до сих пор ни один из этих фактов в большом счету не может быть причислен, он в тот момент, когда он будет причислен к канону, значит, он перестал быть частью научного знания, и все, он ушел с уровня теорем, на уровень аксиом. Когда это все выводится на уровень популяризации, нам всем есть что сказать, конечно, да, в этот момент полностью устраняется вся предшествующая работа, вся теоретическая работа, убивается любая попытка релятивировать это высказывание относительно языка теории, на котором оно когда-то было получено, потому что больше нет языка теории, теперь это язык здравого смысла, это обывательский язык. Классический пример это, конечно, то, что сначала люди долго пытаются понять, значит, в этих нам экологических, исследовательских лабораториях, на мышиных популяциях, на социологических опросах, вот то, что называется эффекты перенаселенности. Но потом приходит Колхун, который строит свой знаменитый эксперимент «Вселенная 25», он изначально организует этот эксперимент так, чтобы продать его СМИ, а не коллегам. Это, к слову, о сволочах внутренаучных сообществ. Он изначально данные руководит этим экспериментом таким образом, чтобы получить правильные результаты, которые он скормит СМИ, а не коллегам. А потом, значит, когда его все-таки спрашивают, простите, а вы кто? Этолог, биолог? Он журналисту отвечает, я просто специалист по миру, да? Вот нормально. Нормально. То есть, когда он скажет, кто он, его будут мочить представители именно этой дисциплины. А тут ты как бы не рыба и не мясо, да? Там красивый, умный, все хорошо. В этом популяризаторском режиме наносится одновременно довольно сильный ущерб представлению о том, что такое наука, потому что теперь у нас вот то самое поколение сайнстеров, о которых мы говорили, это поколение людей, которые думают, что наука состоит из фактов, да? Из законченных высказываний. Более того, она состоит из фактов, в которых нельзя сомневаться, потому что мы же знаем, да? То есть, человек произошел от обезьяны. Это научно доказанный факт, да? Вопрос, как он научно доказанный? Что за этим стоит? Когда серьезно говоришь с антропологами, особенно в наших замечательных школах антропологов, то лишь в какой-то момент Слава Дробышевский может на секунду позволить себе сказать, когда мы ее откопали в фалангу, мы сначала думали, это зуб. И вообще-то там первые несколько лет все были уверены, что это зуб. А потом поняли, что нет, фаланга, да? То есть, если он где-то это скажет на постнауке, первый будет вопрос, вы что, реально не можете отличить зуб от фаланги? Да? То есть, это что, наука, да? Да, это, черт возьми, есть наука, то, что ты не можешь отличить зуб от фаланги. Вот это наука, то, что у тебя нет однозначного понимания, где проходят границы между зубом и фалангой. И то, что у тебя есть огромная машинерия, которая должна в конечном итоге ответить тебе на вопрос, зуб это или фаланга. Но когда ты установил, ты приходишь к журналисту и говоришь, мы тут раскопали фалангу. В общем, это однозначным образом доказывает XYZ. Вот где происходит, собственно, убийство идеи науки, как производство сомнения в большей степени, чем производство знания. Ну, есть последний формат. Я понимаю, что в конечном итоге за всю вот эту популяризацию последних десяти лет мы все будем гореть в одном котле в аду. Но я хочу, чтобы вот для этого режима медиатизации был отдельный котел. Это популяризация науки, а не научных фактов. Это популяризация научных теорий, а не научных фактов. Это популяризация того, что называется способом мышления дисциплины, а не результатов этого мышления в дисциплине. Когда предметом трансляции становится собственно то, как устроено некоторое обоснование вывода. Когда предметом рефлексии оказывается то, каким образом в данном конкретном исследовании было что-то получено, что позволяет сразу же сомневаться в результатах этого знания. В этом смысле это уже не высказывание о мире, как устроена вселенная от лица профессора Протона. Это высказывание о том, как устроено получение высказывания о мире. Высказывание о науке от лица науки максимально на ее языке. Настолько максимально, насколько это не убивает внимание слушателей, которые не готовы, например, слушать о фрейм-анализе на языке фрейм-анализа. Хотя я бы посмотрел. Дальше вопрос, от чего зависит режим медиатизации. Понятно, что у нас побеждает второй с заметным отрывом. Никто не занимается популяризацией науки, все занимаются популяризацией результатов научного производства. Популяризация науки в данном случае будет популяризацией метода. Кто-нибудь серьезно выходит и говорит, знаете, вот есть такой-то метод. Для того, чтобы его популяризовать, нужно прочитать 12 лекций о том, какие еще есть методы и почему именно этот метод крутой. Но тем не менее, но вы же не в этот контекст его поместите, а вы поместите его в контекст новый прорывной метод эконометрики в биологии, например. Или там аналитическая топология врывается сначала в биологию, потом в лингвистику, что, кстати, было. Лингвисты сразу послали нафиг Рене Тома с его аналитической топологией в лингвистике, в теории инвариантов, а биологи взяли. Конрад Хелл Водингтон написал замечательное предисловие о том, что мы были идиоты, пока к нам не пришли топологи. От чего зависит, собственно, почему некоторые интуиции из одной дисциплины становятся достоверными для другой дисциплины. Вопрос, на самом деле, довольно сложно сделать популярным, потому что, по сути, это разборка между двумя дисциплинами. Но, тем не менее, если мы пытаемся популяризовать это, мы говорим о том, что да, внутри дисциплины существует дикое сомнение, в том числе в собственных аксиомах. В какой-то момент биологу начинает более несомненным казаться аксиоматика тополога, который занимается вообще абстрактными гомеоморфными и негомеоморфными преобразованиями. В какой-то момент экономисту начинает казаться более убедительной аксиоматика психологии, несмотря на то, что психология уже отбросила эту аксиоматику. Единственное место, где все еще живет пирамида Маслоу, это учебники по экономике. То есть нет ни одного нормального учебника по психологии, кроме истории психологии, где вообще упоминалась пирамида Маслоу. Но в экономике вы найдете ее до сих пор, потому что экономисты такие, вот мы здесь, на четвертом этаже, на третьем на самом деле. Таким образом, вот возможен ли третий режим как популяризация науки, а не, да, то есть как высказывание о науке, а не высказывание о мире от лица науки? Я не знаю, во всяком случае такого режима в современной российской действительности практически не обнаруживается. Спасибо. Вопросы, коллеги? Света. Сейчас я грибу от лингвистов в очередной раз. Да нет, да нет, конечно. Просто, ну, есть такой момент, что значительная часть людей, и это, собственно, та часть людей, которая не идет в ученые, взыскует не столько познание, взыскует познание, как какой-то технологии. Вот скажите нам, как делать, вот скажите нам, как делать правильно. И технология отличается от науки тем, что в технологии сомнений нет. Ты либо знаешь, как делать хорошо, либо не знаешь, как делать хорошо. Если ты не знаешь, значит, плохо учился, иди в свое ПТУ, учись дальше. И в этом плане, когда популяризатор выходит к таким людям, если он выходит к ним с научным подходом и с научным сомнением, вот мы тут смотрели и, значит, не понимали фаланга там или зуб, ну, зуб с фалангой, я не знаю, как надо фрагментировать, чтобы перепутать, но хорошо, ладно. Ну, бывают действительно настолько фрагментированные кости, это правда, что там что угодно, с чем угодно перепутаешь. То такие люди, которые выносят на публику сомнения, они публикой воспринимаются как такие недоучки, что вот ты ж не знаешь, как правильно, что ж ты вообще лезешь. И знаменитый эпизод, когда Живов, значит, потерпел поражение от Задорного, оно вот именно этим и объяснялось. А вот эту разницу между наукой и технологией, вот ее почему-то никто не популяризирует, а зря, по-моему, вот. Ну, во-первых, потому что науки довольно большой процент технологии, наверное, а с другой стороны, да, ты права абсолютно, но при этом это же в конечном итоге еще и наш выбор. Но тот момент, когда мы все это, значит, выходили с абсолютной уверенностью в том, что, вы знаете, социальное взаимодействие структурируется так, вот там вот проход, коридор, и поэтому там люди будут ходить, независимо от того, есть здесь лекции или нет. Такое высказывание о мире в духе теории фреймов. В этом момент же не говоришь, что да, но в теории фреймов существует очень большой вопрос о том, в какой степени пространство человеческих взаимодействий может детерминировать структуру этих взаимодействий, потому что теории говорят, что? А если не можешь ответить на этот вопрос, нахрен ты сюда вышел вообще, да? Но это в конечном итоге выбор, то есть, либо мы делаем предметом повествования сомнения, либо мы делаем результат убийства этого сомнения предметом повествования. Я не буду сейчас еще раз про них говорить, да, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Данил, я экономист. Вот вы тут... Да, мы с моим хором должны сказать здравствуйте, Данил. Да, ну бывает такое. Вот вы тут критиковали ученых, которые про другие науки что-то говорят. Не могли бы вы, я как экономист спрашиваю, не могли бы вы сослаться на серьезный учебник по экономике, где есть пирамида масла? Спасибо. Я могу сослаться на... Я точно могу сказать учебные материалы Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы для первого курса общее ведение в экономику. Хорошо, я могу вам просто прислать конкрет... Это учебные материалы. Это крупнейший в Усвосточной Европы. Я могу привести пример учебника по биологии, где есть креационизм. Мне кажется, что это не очень корректно. Это не к вопросу. Я хотел... Есть учебник по салогии, где есть теория... Господи, конспирология в качестве легитимной научной теории. Я чуть-чуть некоторую часть, к сожалению, выступления пропустил, потому что там нужно было отлучиться, поэтому, может быть, ответ где-то звучал, и, может быть, я сейчас скажу что-то, что вы уже разбирали, я не знаю. У меня сложилось некоторое впечатление, что у вас есть некоторая такая дихотомия, что либо мы пропагандируем сомнения, либо факты. На самом деле, мне кажется, что эта дихотомия ложная, потому что на самом деле на каждом утверждении можно повесить некоторую степень и его несомненности. Молайкла воды имеет форму H2O, это достаточно вещь, которую можно сказать без особых сомнений. А, допустим, вопрос о том, имеют ли человек и обезьяну общего предка, тоже не имеют, в общем-то, особых сомнений. А вот вопрос, например, о том, насколько мы родственны неандертальцу, это вопрос более, может быть, спорный, есть какой-то диапазон правильных ответов. Но, допустим, точно не 100 миллионов лет назад мы с неандертальцем разошлись, это точно неверное утверждение. Соответственно, когда человек рассказывает про науку, мне кажется, адекватным подходом, это там, где есть сомнения, говорить о том, что они есть, и насколько они действительно сомнения, там, где сомнений нет, то, а, собственно, почему бы не сказать, что в данном случае вопрос, в принципе, вполне интересен. Вы свели сомнение, да, это как раз то, о чем у нас была речь, к так называемому дисциплинарному сомнению. Дисциплинарное сомнение это сомнение в достоверности. Но есть, как бы, есть такая простая вещь. Большая часть высказываний, которые сделают экономисты, исходящие из выполнения классического представления о телеволюциональном выборе, будут абсолютным бредом для социолога. Точно так же, да, то есть мы в этот момент сталкиваемся с кросс-дисциплинарным сомнением. Крос-дисциплинарное сомнение это представление о том, например, что вот, как бы, включение, ну, простой пример, Стив Фуллер, книжку которого позавчера перевели, наконец-то, у нас, это человек, с которым перестали здороваться, потому что он выступил в суде по поводу как раз преподавания теории эволюции в школе. С утверждением о том, что с точки зрения социологии знания между креационизмом и теорией эволюции нет разницы. С точки зрения социологии знания между креационизмом и теорией эволюции нет разницы. Поэтому, когда вы говорите про несомненность внутри определенных... Да, я знаю, что я затронул больные струны, но я делаю это... Вы можете пояснить, что имеется в виду... Что в том и в другом случае есть некоторый язык описания этого мира, и в том и в другом случае в рамках этого языка есть несомненные суждения. Суждения, которые являются несомненными для теории эволюции, точно так же будут довольно сомнительны, например, для представителей других языков описания. Мы изучаем языки. И то, как внутри данных языков производится несомненность. Опять же, возьмем экономику, политологию и социологию, потому что понятно, что теория эволюции вас сейчас всех бомбанет, это прекрасно. Но есть экономика, социология и политология, внутри которых производятся некоторые несомненные суждения. Все они абсолютно сомнительны для представителя смежных двух дисциплин. Вы не знаете ни одного высказывания внутри экономики, которое для определенной группы экономистов, являясь несомненным, даже внутри экономики получит огромную критику. За прошлой неделе про ректор... Одну секунду я закончил. Я не понимаю ничего, что вы говорите, вообще ни слова, если честно. Можете популяризовать это, пожалуйста, более простым языком для биолога? Нет. Я реально не понял, просто ни слова. Ответ мне жаль. Удачи. Да, но вот как раз к слову об экономике. На прошлой неделе про ректор-эконометрист всерьез группе, которую последние 7 лет финансировал игровой экономики, сказал, вы знаете, я всю жизнь был уверен, что игровая экономика – это лженаука, поэтому ничего из того, что вы сейчас говорите, не может быть включено в госзадание. То есть это тот случай, когда внутри экономической дисциплины мы обнаружим, например, то, что нейроэкономика получает признание как дисциплина или нет. То есть, например, нейроэкономика, которая пытается доказать, что островковая кора головного мозга может быть легитимным объяснением для некоторого набора действий, внутри экономики получит огромное сомнение. Поэтому в тот момент, когда вы делаете вид, что нет, все зашибись, у нас внутри экономики есть абсолютно несомненные высказывания. Нет. Нет. Половина ваших подразделений дисциплинарных друг для друга – лженауки. Равно как и у нас, кстати. Ну вот, теперь выяснилось, что нейроэкономика – это нейробиология, понимаешь? То есть вы сейчас их просто выкинули из своей дисциплины? Вот интересно. Сейчас мы перейдем к спискам людей, которые не экономисты. Да, прошу вас. Там что-то много вопросов. Давайте я постараюсь короче отвечать. Да, здравствуйте. Меня зовут Алексей, я популяризатор. Поэтому у меня нет вопросов, у меня есть утверждения. Вы, к сожалению, это утверждение сделали уже в конце лекции. Ну, просто закончили. Извините. Именно им, да. Но от него остался небольшой хвостик, который я бы хотел озвучить. По моим подозрениям, вот эта самая направленность на важность факта, а не способы его получения, закладывается практически во всех граждан, практически всех стран, при помощи одного из основных институтов, то бишь школы. Вот. И тут возникает вопрос, а как, ну, во-первых, понятно вполне, что этому надо каким-то образом противостоять. Противостоять, потому что сами по себе факты… Все вам кому-нибудь противостоять. Ну, нет, а противостоять такой, как бы, с чисто практической точки зрения, потому что факты штука ненадежная, если нету доказательства этого факта. Если человек сегодня поверил в один факт, хорошо, мы популяризатора напряжемся, заставим его поверить в другой факт, но потом мы отвернемся на секунду, придет кто-то другой и даст ему третий вариант, ну, или снова первый. А вот этого мощного способа проверки фактов у человека нету, и он считает его как бы не особо-то и обязательным. И в этом плане я согласен в том, что хорошо бы, если делать котел, то хотя бы с какими-то льготными условиями для тех, кто именно вот этим способом популяризации занимается. Но вот вопрос, тем не менее, к вам как социологу. Нет ли хотя бы каких-то зацепок, как вот это негативное влияние школы, ну, не все влияние школы негативное, но в этом вопросе точно оно есть. Нет ли каких-то зацепок, каким образом его можно уменьшить, или чего-то этому противопоставить, как-то исправить. Или может быть просто ну его нафиг, но, на мой взгляд, ну его нафиг нельзя. Естественно, да, это вопрос нового религиозного движения под названием просветительство. Мне пофиг. У меня нет задачи сделать так, чтобы просвещение было более эффективным. Потому что для меня просветительское движение – это объект исследования. Для меня ваш успех или неуспех – это попытка ответить на вопрос, какие переменные в большей степени, структурные или речевые, объясняют ваш успех или неуспех. А теперь давайте еще со школой поборемся. То есть, во-первых, я согласен на 20% с тем, что вы говорите, но как обыватель, а не как ученый. То есть я, более того, в этот момент душой с вами. Но с точки зрения все-таки исследований механизмов трансляции знания, мне все равно, победит или проиграет просветительское движение. Если проиграет, может быть, даже лучше, потому что тогда я смогу проанализировать причины неуспеха. Спасибо. Нет, зацепок. Давайте вы сначала… Мы же патологоанатомы. То есть вот френология умерла, просветительство умерло, а мы дальше анализируем, почему. Спасибо. Я не знаю, пожалуйста, модерируйте, я уже не вижу последовательности. Здравствуйте. Я как раз представитель педагогики. 35 лет проработала в школе. Во-первых, я хотела сказать, Виктор, вам большое спасибо за блестящую лекцию. Вы великолепны в этом вопросе как лектор. И мне кажется, это самое главное. Вы понимаете, факты – вещь неустойчивая. И когда мы задумываемся, что же должно быть главным в просветительстве, мне кажется, главным мы должны зацепить фантазию учеников, потому что я всегда об учениках. Мы должны возбудить желание у детей в этом участвовать, чем-то интересоваться наукой, прийти, что-то почитать. То есть главный посыл – это дать, показать красоту, это дать возможность самому в это влезть и уже там внутри разобраться. И вот такие лекции, несмотря на то, что в вашей лекции что-то мне было непонятно, что-то было для меня спорно, но это, несомненно, было полезно. И я считаю, чем больше будет людей вот столь же глубоко интересных окружающим, тем лучше будет дело просветительства, потому что понятно, что ограничиваться пропагандой фактов не имеет смысла, это беспроспективно. Спасибо большое. Пропаганда фактов. Спасибо за лекцию. Спасибо вам. Так, я потерял последовательность рук, простите меня, сейчас будем рандомно раздавать, я думаю, просто микрофон. А, вы помните, да? Отлично. Спасибо за выступление, очень вам необычное. И в чем-то, я думаю, полезное для всех нас. У меня был первый такой почти риторический вопрос, а социологи все так ненавидят объект своего изучения? Ну, вот мой учитель Геннадий Семенович Батыгин говорил, что если ты не ненавидишь объект своего исследования, ты не можешь его исследовать. А потом я начал замечать, что другой мой учитель, Александр Федорович Филиппов, например, написал книгу «Социология пространства», и при этом все время жаловался на топографический кретинизм. Социологи-техники-технофобы. Поэтому, наверное, все-таки что-то есть. То есть это норма? Скорее, да. Да. Вначале вы сказали, что если бы я знал, я бы эмигрировал. Об идеале, да. То есть, видимо, была какая-то гипотеза по поводу того, или там представление о будущем, раз вы в это ввязались, значит, что есть что-то более приемлемое, идеальное. Куда бы вы эмигрировали? Тут вопрос не про идеал. Тут вопрос просто о том, что, когда ты 15 лет преподаешь в Британском университете в Москве, и у тебя позиция в Британском университете в Британии, рано или поздно мысли о том, что пора валить, они, ну, рано или поздно, например, каждый завтрак. Давайте мы не перейдем вот в область моих миграционных стратегий и exit strategies. Нет, везде одинаково хреново все. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Прекрасно совершенно. И мне всю лекцию хотелось сказать, ну, нет же, нет же. Ну, мне было интересно, но мне хотелось сказать, да, ну, нет же, ну, не все же так. Ну, то есть, на самом деле, меня немножко коробило, когда вы говорили, что все делают только вот так, и все говорят только факты, и все говорят догмами, что вот наука действительно такая, мне просто интересно, был ли кто-то еще в зале, кто говорил, да нет, но мы же по-другому популяризируем. Ну, поднимите руки, пожалуйста. Потому что, ну, я хочу сказать, что на самом деле… Вы не хотите быть одной, да, все нормально, у вас большая группа поддержки, все говорят. Нет, нет, просто на самом деле мы действительно стараемся не просто давать… Ну, я из Сыктывкара, из Челябинска, в общем, я провожу ScienceLime, провожу мероприятия, и мы не доносим какие-то факты, как действительно, ну, как истину, мы показываем, как работают ученые, мы показываем, что в науке больше вопросов, чем ответов, и мы хотим, чтобы люди эти вопросы задавали. То есть, мне хочется сказать, что у нас не только популяризация… Я понимаю, о чем вы говорили, я сама встречала лекторов, которые говорили, что у нас биотехнологии и Криспкас, и мы скоро в гараже будем делать, ну, как бы редактировать геном. Такие люди реально есть, и они говорят это как истину, и мне кажется, что это неправильно. Надеюсь, свой собственный, да. Вот, я просто хотела сказать, что есть люди, которые популяризируют именно научный подход. И не говорите лучше, что вы только так. Я не отрицаю ваше правоочувствование. Нет, здесь просто простая история, что, возвращаясь о том, что делает риторика популяризации с риторикой науки, в частности, ну, это классический пример, риторический прием, который называется каптаж. Каптаж – это для того, чтобы заставить вас слушать до конца, нужно на секунду заставить вас сомневаться в том, что вы существуете. Все в порядке. Я верю, что вы есть. Я просто хотела сказать, что не все так одновременно. Хорошо, спасибо. Извините, я, в общем, да. Это как, да, последняя реконструкция убедительно показывает, что древних славян не существовало, написал один замечательный студент из ТФАКа МГУ. Перестал им быть. Я прошу прощения, у меня один сугубо частный вопрос. Вот к тому месту вашей лекции, где вы сказали, что в 80-е годы в СССР биология объясняла всем, что они на самом деле не науки. Я не говорил про 80-е годы СССР, подождите. Что, нет, подождите, а где? Вы сказали, что это вот именно у нас тут было. Я говорю про то, что сегодня биология представляет собой дисциплину, наиболее нетолерантно относящуюся ко всем остальным. Вот и все. Причем в 80-е годы в Советском Союзе, извините. Понятно, извините, значит, я вас не так понял. Это тоже побочное следствие каптажа, да. А сегодня, как бы вот, в чем это выражается? Где это происходит? В каких формах? Там, может быть, какие-то имена? Кто вот объясняет и каким наукам, что они не науки? Я могу сейчас перечислять эти имена, но мы не будем этого делать, потому что... Нет. Хотя бы чуть-чуть. Фейсбук, фейсбук, фейсбук. А сколько лет в социологических исследованиях? Данное конкретное высказывание не было результатом социологических исследований. Все, что было результатом социологических исследований, вы пропустили. Обидно, нет? Я надеюсь, нет. Фейсбук. Вопросы фейсбука в фейсбуке. Вопросы по лекции. Понятно. Ну ладно, извините. А вот есть надежда, исходя из... Наука должна обладать предсказательной силой, и можно ли... Кому должна? Ну, как обычно, никто никому ничего, но тем не менее. Вам? Просветителям? Кому? Тем не менее. Формат, когда популяризуют научный метод, а не научные факты, рванет в России? В России все рванет. Дело в том, что сама такая постановка вопроса, она глубоко вне науки. То есть, скажите, там пророка Самуила спрашивают, почему в продаже нет животного масла, еврей ли он? Нет, нет, я его смотрю. То есть, вот это как раз вопрос, который, в принципе, бессмысленно задавать, особенно в социальных науках. А что будет через 10 лет в стране? Пожалуйста. Вот это вот к экспертному формату, первому из трех режимов медиатизации науки. Нет. Мы исследуем после смерти то, почему вы померли. То есть, то, почему теория эволюции превратилась в сектанство. Да, то, почему популяризация свелась к газете «Троицкий вариант», «Троевский обскурант». Потому что далеко не все дисциплины строятся вокруг предсказания, и уж точно не социология. То есть, в этом смысле нет. Социология не одинока в своем презрении к людям, которые сыпят предсказаниями на право и налево. Все? Или еще вопросы? Спасибо, коллеги.